МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В конце прошлого года в ряде газет были опубликованы итоги опроса населения, какие проблемы вас волнуют больше всего. На первом месте оказалась проблема ЖКХ, и, наверное, это неудивительно. А вот на второе место вышла проблема, которая звучит примерно так. Падение нравственности, засилие зла и жестокости в средствах массовой информации. Интересно то, что еще 10 лет назад во всех опросах эта проблема занимала где-то седьмое или даже десятое место, а сегодня вышла на второе место. Снижение морали и нравственности сегодня охватило все общество, от высших эшелонов власти до самых низов. Это видят и чувствуют много, многие. Потери от этого трудно подсчитать, но наверняка они огромные. Сегодня о необходимости защиты нравственности и морали говорят многие много, говорят на всех уровнях власти постоянно, но что-то проблем от этого не уменьшается, становится еще больше. Появляется вновь такая известная общероссийская опасность. Заговорить, заболтать эту проблему, этот вопрос. Вот посмотрите, 15 лет прошедших во всех посланиях президента и Путина, и Медведева говорится о необходимости укрепления нравственности и морали, об их падении. 15 лет подряд. А что изменилось? 12 декабря 2012 года, вы помните, президент Путин к посланию Федеральному собранию сказал, что в нашей стране испытывается явный дефицит, духовный скреп. Необходимо укреплять морально-нравственное единство нашего народа, что средства массовой информации должны руководствоваться высшими идеалами добра. А что в итоге? Мы сократили финансирование этих задач, а он подписал этот бюджет. Через год, в прошлом году, 12 декабря, он вновь говорил, что 2014 год это год культуры, и поэтому он должен быть годом патриотизма, нравственности, морали. Вроде правильно. А что в итоге? Мы снова сократили финансирование этих задач, и он снова подписал этот бюджет. Я уже не привожу слова других руководителей страны. Ваши слова, которые звучали в этом зале по проблемам нравственности. Слов много, а вот результата практически, извините, нет. Возможно, причина в этом в пятой колонии, о которой недавно заговорил президент, и о наличии которой наша партия КПРФ говорит и пишет уже 20 лет. Действительно, пятая колонна уже в России действует практически, не скрываясь, а что это значит для наших избирателей, для нашего народа, для страны. Наверняка многие помнят слова. В обществе, где нет морали и нравственности, не будут действовать никакие законы. Вот будь моя воля, я бы эти слова метровыми буквами написал, повесил бы над нашим президиумом, чтобы они у нас всегда были перед глазами, и мы о них помнили. Ведь пять тысяч законов Государственная Дума приняла. А что у нас экономика сильная? А что у нас люди хорошо живут? Вспомните советское телевидение. Ведь каждый вечер вся семья собиралась у телеэлектронов. Телепередачи объединяли, а нынешние телевидения, средства массовой информации, наоборот, несут антикультуру. Вообще средства массовой информации и телевидения стали мощнейшим информационным оружием, разъединяющим и семьи, и народы. Ну а если это оружие, то, согласитесь, оно должно быть под контролем и государственным, и общественным. Иначе оно всех нас уничтожит. Многие наверняка слышали об известной доктрине шефа ЦРУ Алина Даллиса. Как-то я с этой трибуны приводил его слова об оболванивании русского народа. Сегодня хочу привести еще одну фразу, не менее значимую. Литература, театры, кино, пресса, все будут изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем браться за людей с детства, с юношеских лет. Будем разлагать, развращать, растлевать их. Разлагать, развращать, растлевать душу, внутренний мир каждого человека. Некоторые говорят, что это фальшивка. Это якобы не Алин Даллин писал, а какой-то писатель. Но пока спорят, чьи это слова, эта фраза прекрасно финансируется и на практике реализуется. И вот уже примеры вороства стали привычными, естественными, а не постыдными. Тот, кто ворует, живет лучше. Тот, кто не ворует, живет хуже. И это мы видим по телевидению буквально каждый день. Телевидение становится все более агрессивным и агрессивным. Каждый канал по ложке дегтя бросит, и вот уже в России нет нравственности. Вот что главное, вот о чем мы должны с вами постоянно думать. Резко возрастает значение укрепления нравственности, потому что нас становится все меньше и меньше. Вот неделю назад в этом зале представитель правительства сказал, что мигрантов в России 12 миллионов. А вот институт стратегических исследований говорит, что накопленная миграция в России 30 миллионов. Кстати, статистика ФСБ подтверждает это. По их данным, разница между теми, кто въехал в Россию и кто выехал за постсоветский период, 28 миллионов человек. То есть цифры совпадают. Большинство мигрантов отличаются не только низким образованием, но и тем, что не знают и не хотят знать нашу культуру, нашу историю, нашу традицию. Не хотят их изучать. У них, видимо, свои ориентиры. Это очень опасно. Еще по одной причине. По расчетам специалистов Центра социологии, Института социально-политических проблем Российской академии наук, если все так, как сейчас останется в нашей стране, то к 2050 году половину населения страны будут составлять мигранты. Вдумайтесь, половину населения нашей традиции, нашей культуры и нравственности будут оттеснены, будут просто заменены на среднеазиатские и на китайские. Еще одна проблема здесь очень серьезно стоит. Вы согласитесь, каждую неделю мы по телевидению видим фильмы, буквально каждую неделю, как наш русский народ, наши солдаты и офицеры воюют на Кавказе, как наши народы друг друга убивают, друг друга уничтожают. И это выдается за героизм. Кому это? Зачем? Кому это нужно? Это что, укрепляет нашу страну? У нас что, нет каких-то примеров, укрепляющих дружбу народа? Показать, как мы воевали против фашистов. Вместе все народы. Как восстанавливали разрушенные народные хозяйства. Как работали, учились, жили вместе. Что об этом нельзя снять в фильме? Наверное, можно, но не дают. Потому что главная задача разъединить нас, все народы, и по одиночке уничтожить. Все более и более острым становится вопрос об ответственности за это. Если мы об этом не подумаем, то скоро будет поздно. Украина повторится в России. И мы в какой-то степени будем в этом виноваты. На днях от имени группы депутатов нашей фракции мы внесли в Госдуму проект постановления о защите общественной нравственности в электронных средствах массовой информации. Там мы предлагаем целый ряд мер в рамках возможностей Государственной Думы, ряд рекомендаций правительству, регионам, ассоциаций телерадиовещателей. Например, думается, что пора один из правительственных часов посвятить специально вопросам общественной нравственности. Такое предложение мы готовим на осеннюю сессию. И вообще, я считаю, надо каждый год хотя бы один раз этот вопрос ставить и детально его рассматривать. В Комитету Госдумы сейчас находится законопроект о высшем совете по нравственности на телевидении и радиовещании. Насколько я знаю, в мае мы будем его с вами рассматривать. Думается, что очень необходимо быть пристально в него, каждому изучить, рассмотреть. Он заслуживает того. Он один из основных. На втором месте среди проблем народ называет его. И надо бы принимать этот закон. Ждут от нас этого наши избиратели. Необходимо иметь единую федеральную программу возрождения духовности. А не латать дыры. Пока одну дыру мы латаем, появляются две новых. Необходимо, на мой взгляд, русское телевидение. Не только русское по названию, но и русское по духу. Время настало уже. Пока мы спорим, можно ли нельзя вмешиваться в средства массовой информации. Можно ли нельзя влиять на их содержание. Во всех развитых странах мира давно это делают. И не стесняют. И считают, что они правильно делают. Такие законы и подзаконные акты имеются в Испании, Италии, Норвегии, США, Франции, Швеции, Германии, Китае, Японии и во многих других странах. В том числе и странах бывшего СССР. Вот посмотрите. В Соединенных Штатах есть специальные органы, в том числе общественные, которые могут просто вырезать целые куски из кинофильмов. Вот было у нас по телевидению, два раза показывали фильм «Крестный отец». В Соединенных Штатах Америки его сократили на полчаса. Все сцены жестокости, насилия, секс из него вырезали. Они считают, что это им нужно. А мы показываем в полном объеме и считаем, что это лучше. Если уж мы порой ссылаемся на какие-то другие западные страны, то давайте вот такие примеры у них перенимать. Улучшающий наш внутренний мир, укрепляющий наши государства. В заключении, дорогие коллеги, я бы хотел напомнить еще раз слова известного китайского философа, мыслителя Конфуция. Народ, лишенный нравственности и традиций, превращается в стадо животных. Мы не должны этого допускать. Не для этого нас с вами сюда избирали. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова